Всем привет, с вами Ванделей, и это еще один ролик по Black Ops Cold War, в котором мы снова будем искать секреты, пасхалки и баги в данной игре. Начать хочу с того, что если в какой-либо игре большое количество секретов и багов, а данный ролик по Cold War, между прочим, уже седьмой, то это уже говорит о том, что игра довольно насыщенная, потому что в ней банально есть где эти секреты оставить, и есть механики, которые недопилены и потому багуют. По многим предыдущим кодам у меня выходили 1-2 ролика, потому что никаких интересных новых механик в них практически нет, а потому нет и возможности с ними поэкспериментировать и найти какой-нибудь баг. Но в Cold War, например, появилась возможность захватывать врагов в качестве живого щита, и в самой первой миссии мы уже можем забаговать эту механику, бежим к транспорту, в который нужно запрыгнуть, и тут же захватываем в пленнике, пробегающего мимо бойца. В итоге может произойти так, что Мейсон залезет в кузов вместе с пленником, при этом если попробовать его ликвидировать, то начнутся вообще жестокие лаги, вплоть до того, что Мейсон выскочит из кузова, а после телепортируется в него обратно. Если у вас есть Cold War, то обязательно попробуйте повторить этот баг, это довольно весело. В конце данной миссии Адлер убивает Араша из пистолета, и по классике еще один пистолет торчит в кубуре. В предрелизной версии турецкой миссии Адлер палил неприглушенными выстрелами, однако в релизе пальба звучит так, будто на оружии стоит глушитель. С одной стороны это логичное изменение, с другой сам глушитель на оружие, поставить забыли. Этот ляп заметил зритель канала Кум Байчук. Вы вообще могли заметить, что я часто упоминаю Кума в роликах, потому что он постоянно мне помогает, и во время одного стрима в Дискорде, я даже решил назвать своего персонажа в честь Кума. Ввожу такое имя, Кум, и получаю отказ. А оказывается в игру вшит список бранных выражений, ну типа Кум Кам, понимаете. Ладно, думаю я, ввожу Кум уже с буквы Кей, и снова получаю отказ. Да вы там офигели что ли? Особенно забавно это в контексте того, что в самой игре постоянно встречаются различные маты. Например, на обратной стороне фотографии лагеря во Вьетнаме написано «Fuck this place». Имеется надпись и на обороте фотографии Адлера и Симса. Здесь никакой брани, только их имена с плюсиком и дата съемки. Интерес представляет и газетная вырезка на немецком языке. В ней говорится о нелегальных проникновениях через берлинскую стену. Однако переворачиваем вырезку и обнаруживаем здесь статью о террористах в Амстердаме. И это прямая отсылка на первую миссию. Наше устранение ячейки радикальных исламистов, которых какого-то фига не могли выкрыть с улицы красных фонарей, не осталось незамеченным. По окончанию вьетнамской миссии Хадсон говорит Буэку, что Белл смог вспомнить документ из Вьетнама. Вот только и Хадсон и Буэк знают, что Белл во Вьетнаме никогда не был. И документы эти они получили из Турции пару месяцев назад. Что кстати указано на фотографии, которая прикреплена как улика кубинской миссии. То есть данный аспект сюжета, о происхождении этих документов, можно узнать раньше времени. В общем оно понятно, что в этом брифинге пытаются запутать игрока. Но по сути это какая-то жесткая нелогичность, которой вполне можно было бы избежать. Используя Хадсон, более размытую и не конкретную формулировку ситуации с документами. Потому что ну зачем им говорить, что документы из Вьетнама, если они оба знают, что это не так. В начале ГДРовской миссии не спешим покидать вагон. Давайте присмотримся к отражениям. Они здесь все какие-то кривые и пугающие. Но одно окно показывает самое кривое отражение. Можете сами попытаться понять, что же с ним не так. И кстати со стеклом, что напротив него, та же фигня. А дело в том, что им прописаны такие отражения. Будто эти дверцы с окнами находятся в самом конце вагона. А поэтому отражение с краю идет перпендикулярно. Как будто здесь впритык стоит стена. Однако здесь ее разумеется нет. Потому что и дверцы эти стоят не в конце вагона. В общем прописано такое отражение по ошибке. И это довольно интересный ляп. Куда менее интересный, но все-таки тоже ляп. Это кривая анимация Крауза. Речь о его телекинетических манипуляциях с портфелем. Обратите внимание на данную улицу. Перед началом задания по телевизору мы могли увидеть запись с одной из камер. Восточного Берлина. И показывают нам запись. Именно этой улицы. Причем здесь даже стоят те же люди. Например двое гражданских с зонтами и двое солдат. Выходит у ЦРУ каким-то образом оказалась пленка из будущего. Как вы помните наша беседа с Гретой прерывается из-за того, что в бар заходят двое бойцов штази. Давайте попробуем пойти прямо на них. Все верно. Вместо того, чтобы как-то задержать нашего героя, штази прямо сразу начинает стрелять. А всем посетителям барана это совершенно пофиг. Не иначе в мире Коудвора это настолько обыденная ситуация, что жители Берлина уже привыкли. Впрочем, мне даже самому не надо придумывать шутки, разработчики все сделали за меня. Как вам такое? Те самые штази, которые только что открывали по нам огонь, теперь вежливо стучатся в дверь туалета. То есть, вы либо начинаете палить, либо вежливо стучитесь. А варианты что-то сделать посередине, ну там, выбить дверь, почему-то не предусмотрено. Еще смешнее это поведение штази во второй раз. Перед встречей с лазарем мы можем устроить локальную войну. Но стоит нам скрыться в доме и закрыть дверь, как штази начинают снова вежливо стучаться, даже не пытаясь выбить эту дверь. Ну а зачем пытаться, если лазарь использовал запрещенный прием осужденной Женевской конвенцией? Он припер дверь стулом. Хммм, служба в Массаде не прошла зря. В квартире Крауза на полу валяется медвежонок со звездочкой на груди. Это классическая пасхалка серии Modern Warfare. Не Black Ops, а Modern Warfare. Еще один такой мишка лежит в холодильнике на карте Димашин. Жену Крауза, Эдду, можно нейтрализовать не только при помощи дротиков. Игра не запрещает нам просто вдарить ей пистолетом по башке. При этом парк прокомментирует ситуацию так, будто мы все равно усыпили ее при помощи транквилизатора. Она проспит несколько часов. Приберись тут. После тела Эдды можно уложить на диван. Точнее, нужно. Но снова, мы можем поступить по-своему. А именно, просто подняться с женушкой Крауза на плече по лестнице. Когда Крауз спустится вниз, бедную Эду можно вообще бросить где вы захотите. Ты мы можем сбросить ее со второго этажа. Игра вообще никак не реагирует. Игре пофиг. Ведь она расценивает тела не как персонажей. Наконец, мы можем занести Эду в проявочную и бросить ее к Гретте. В таком случае, она пройдет сквозь дверцы. Короче, ситуация с телами в игре как-то совсем не проработана. В конце миссии в ГДР, мы можем либо убить, либо захватить Волкова. Вот только есть еще и третий вариант. Можно вообще ничего не делать. Боишься нажать на спуск? Что-нибудь сделаешь или так и будешь стоять с тупой рожей? Сыкло! Забавно и то, что если пойти посмотреть, где там Адлер и Парк, то наш герой опять-таки погибнет. Волков убьет Бэлла в стиле Макарова. Ну то есть, когда тот уже зашел за угол. В миссии «Зеленый свет, красный свет» на советской базе можно найти вот такую фотографию военных. Вот только стоит присмотреться и становится понятно, что здесь изображены американские военные. Это видно по их форме, ну или как минимум по головным уборам. Далее в комнате с компьютером снова достаем камеру и начинаем вчитываться в надписи на русском. Например, компьютер-функция-переключатель напоминает один известный мем про чайник. Здесь же ниже очень странное обозначение в ВКУ с восклицательным знаком. На Ямонтау, когда мы с Вудсом перепрыгнули обвалившийся мост, у меня появилась идея просто взять и спихнуть Вудса вниз. И знаете что? Это реально можно сделать. Впрочем, на задании это никак не отразится. И спустя время Вудс заспаунится вновь. Кстати, непосредственно перед прыжком Вудс как будто о чем-то говорит. Его лицевая анимация никак не останавливается. Под конец ролика давайте снова обратимся к сетевой карте Ньюктаун. На ней можно найти фотографии Ньюктауна из первого Блокопс. Более того, рядом висит карта с обозначениями A и B. А вот здесь вот так же сказано, что наш Ньюктаун это Ньюктаун B. И игроки предполагают, что зона А и зона Б это два разных Ньюктауна. Зона А это Ньюктаун из первого Блокопса. А Ньюктаун B это как раз и есть полигон, на котором мы сейчас играем. В подтверждение этой версии за пределами Ньюктауна даже находится гигантский кратер, который видимо и является уже взорванным Ньюктауном номер один. Также помимо пасхалки с манекенами, один из классических секретов данной карты это почтовые ящики, которые обычно подписаны как ящики Мейсона и Вудса. На данной же карте на почтовом ящике написано «Красная дверь», что есть отсылка на одиночную кампанию. Ну а второй почтовый ящик подписан как «Персий». И это довольно смешная пасхалка. И конечно на карте имеется множество отсылок на старые игры, которые издавала Activision. Даже данный рисунок изображает одного из героев такой игрушки. И на этом данный ролик подошел к концу. И вы не поверите, но это до сих пор не все секреты и баги по данной игре. Так что если вам было интересно, то оставайтесь на канале и ждите следующие ролики. Либо посмотрите предыдущие. А на сегодня у меня все. С вами был Ванделей. Всем спасибо за просмотр и увидимся в следующих роликах. Субтитры создавал DimaTorzok